Искусство должно распространяться повсюду. Американский художник Шепард Ферри нарисовал это, когда был в Москве с выставкой. Через пару лет повсюду распространился вирус, тоже сильный, как вирус искусства. И закрылись на время концертные залы, музеи, театры, но искусство не сдается. Оно по-прежнему распространяется, тоже повсюду, и нам все равно есть о чем вам рассказать. Например, о том, как в эти дни российские музеи и театры теряют доходы, но не теряют публику. Столичный театр школы современной пьесы демонстрировал в сети блиц-постановку пьесы Карила Чапека «Белая болезнь». Спектакля еще нет, а публика у него уже есть. А еще о том, как и зачем крупные академические музеи приобретают образцы современного искусства, у современного зрителя вызывающие недоумения. Третьяковская галерея предъявила публике ветку Андрея Монастырского. Разберемся в том, что за этим стоит. И о невероятной силе притяжения, которую великий Тициан заложил в изображении обнаженных и полуобнаженных тел на шести своих полотнах. Серию под названием «Любовь, желание, смерть» Лондонская национальная галерея впервые демонстрирует целиком. Об этих и некоторых других событиях расскажем вам подробно сейчас, воскресным вечером. Здравствуйте. Интернет подставляет свое виртуальное плечо. Театральное, музейное, музыкальное сообщество сообразили мгновенно, что всемирная сеть – это всесильная сеть – пропасть не даст. По крайней мере, пропасть из виду, из поля зрения публики. Она же и новая форма выражения, без чего театру, к примеру, и жизни нет. Для него это и цель, и средство. Столичный театр школы современной пьесы оказался в числе тех, кто воспользовался ситуацией особенно быстро и довольно результативно. То, что сделано там, назвали «блиц-постановкой». Рождение спектакля по пьесе Карила Чапека «Белая болезнь» мгновенно цифровалось. Елена Ворошилова наблюдала за этим. В школе современной пьесы спектакли отменили, но репетиции продолжаются. Худрук театра Иосиф Райхельгаус так сейчас здоровается с артистами. Руки не подаем. Нет, нет, нет. Эпидемия не остановила театральный процесс, но изменила формат постановки. Когда несколько дней назад журналист Александр Минкин предложил сделать онлайн-читку пьесы Карла Чапека «Белая болезнь», Райхельгаус сказал «да». У нас артисты очень творческие, очень живые, готовые к импровизации, готовые к контакту мгновенному. Актерам Худрук четко объяснил, чего ждет от них в эти дни. У нас работа, у нас отпуска нет. Можете не целоваться, потерпите две недели без поцелуев. Минкин сократил пьесу на треть. Поменял статус почетного зрителя театра на режиссера проекта, на который у него был день. Нехитрый реквизит уместился в саквояже. Артисты после читки получили роли, вечером работали на камеры. Внимание, тишина. Камеры. Мотор. Когда я предложил эту постановку, еще не было такой ситуации в Москве. И думали, ну сейчас надо как-то постараться и сделать к маю, к концу мая премьеру. И вдруг оказывается, что у тебя нет ни мая, у тебя нет апреля, у тебя нет даже следующей недели, может быть. У тебя есть сегодняшний день. Написав в 1937 году белую болезнь, Чапик словно предсказал историю сегодняшней эпидемии, охватившей мир, пришедшей как и в пьесе из Китая. Болезнь, видите, очень тяжелая и ширится как ловина. Все клиники мира лихорадочно ищут средства. Но пока что наука бессильна. Кажется, что Владимир Шульга читает не роль, а новости. С текстом разбирается на ходу. Главное там ловить смысл длинных, так сказать, сложно сочиненных фраз. И чтобы было понятно, о чем вообще я тут впервые говорю. Режиссер трансляции Александр Форсайт заканчивает щуку. Снимал клипы, но впервые работает в таком формате. Сцены пытаются снимать одним дублем. Монтаж обещает сделать в рекордные сроки. Это, наверное, самый актуальный материал, который можно вообразить. Поэтому я думаю, что где-то неделя понадобится на монтаж, может быть, 10 дней. И мы это будем сразу выпускать в интернете. Формат «блиц-спектакль», так его называют в театре, новый. Но работают по старому методу Станиславского. С той лишь разницей, что первая застольная читка, она же последняя. Я тут подчеркнула свой текст и слежу просто. Вот когда моя картина наступает, я уже, в принципе, понимаю, с кем я ее буду играть. После каждой записанной сцены короткое обсуждение следующее и команда «Мотор». Камеру пошли. Мотор! Актеры 20 человек работают в ограниченном пространстве. Снимают с трех камер определяющие границы кадра. Интересно произведение Карла Чапака, потому что оно говорит о сегодняшнем дне. И думаю, что это откликается в каждом человеке, присутствующем здесь. Но это прямо сейчас происходит с нами со всеми. И вызов в том, что надо продолжать создавать какие-то произведения искусства. Пусть это читка, пусть это и такая театрализованная читка на экране, но все-таки театр продолжает функционировать. Это самое главное, несмотря на такую ситуацию. Елена Ворошилова, Александр Капустянский, Сергей Харламов. Новости культуры. Пьеса Чапака «Белая болезнь» действительно пришлась к моменту. Болезнь именуется в пьесе еще и как «пекинская проказа». Губит только пожилых. Заводятся речи об омоложении нации, о непрепятствовании такой чистке. Страна готовится к войне. Авторитарный правитель о мире даже не помышляет. А врача, который разработал средства исцеления, убивает патриотически настроенная толпа. Но разговор с Иосифом Рейхельгаузом мы начали с того, что называется «злобой дня». Кстати, словари предлагают понимать слово «злоба» в этом сочетании, как то, что порождает затруднения, вызывает беспокойство и не обязательно озлобляет. Но не будем отвлекаться. С руководителем театра, который горел, а после пожара не только выжил, но еще и разросся, я решил, что вот именно надо разговаривать с таким руководителем о том, как театрам выходить из затруднительных положений, вот подобных нынешнему. Вот расскажите, какая была ваша первая реакция, когда вам сказали «все, театр на замок». Самое главное, что паники, суеты не должно быть. Самое главное, что люди, которые делают дело, и трупа, и постановочная часть, и администрация, они должны понимать, что это дело перешло в какое-то другое качество. Вы осознаете, что спектакль, снятый на видео, выложенный в сеть, собирает много раз больше аудитории, чем та, которая умещает вот этот зал? Безусловно. И это нормально. Я знаю руководителей театров. Не напрягает? Живой контакт исчезает? Естественно, это другое качество, и это уже все-таки ближе к телевизионному фильму, к телевизионному спектаклю. Театр не заменить ничем. Вот это живое дыхание зала. У нас есть спектакли, которые для меня необъяснимо. «Умер, шмур, лишь бы был здоров», 250 еврейских анекдотов. Вот иногда начинается спектакль, и начинается бесконечный хохот в театре, бесконечный хохот в портере зрителей. Они не дают играть. В интернете вы этого не слышите. Естественно. Хорошо. Живой театр просто превращается в довесок, очень ценный довесок к интернет-трансляциям. Я убежден, что это разные, и сегодня ситуация нас загнала, обстоятельства, предлагаемые обстоятельства, извините, карантина. Вы вышли из положения, вот эта пьеса Чапыка, журналист говорит профессору, ну в заключении вы не могли бы сказать несколько ободряющих слов? Да, запишите в своей газете, что с этим надо примириться. Да, несколько ободряющих слов. А финал вообще кошмарный. Я вам скажу, что от этой пьесы веет безнадёгой. Чем она вам так приглянулась? Она приглянулась невозможным, невероятным попаданием во время в ситуацию 90 лет пьесе. Вы представляете? Всё-таки гения человечества объясняет человечеству его жизнь. Ну, я вам скажу, что, на мой взгляд, выбор этой пьесы был, как бы это сказать, сиюмоментным. Да, конечно. Там пандемия, здесь пандемия. Конечно. Но мне кажется, что эта пьеса, она не нуждается в привязке к случаю. Опять же, реплика профессора, помните? О, если бы на больнице тратилось бы столько же денег, сколько на дредноуты. Ну, это же сегодня может звучать. Ну, так вот о чём пьеса. Не только в нашей стране. Пьеса о том, что всегда на дредноуты будет тратиться больше, чем на больнице. Чего бы вам её раньше не поставить? А раньше не было острого обстоятельства, не было острой потребности. Финансовые проблемы, как вы будете решать? Колоссальные проблемы. А потери же большие? Большие. Очень большие. Ваши шансы получить хотя бы какую-то компенсацию? От кого? Ну, видите, мы ведь жили так вот много-много лет и продолжаем так жить. Продолжали вот до этих дней. У нас есть государственный бюджет, наш департамент культуры Москвы. Но вторая половина мы её зарабатывали. Для нас сыгранный спектакль вечером – это деньги в кассу театра. И мы понимали, что мы нашим актёрам, а они у нас, извините, звёзды. Большинство труппы театра – это звёзды, это народные артисты, их 9. Это заслуженные артисты, их за 10. И это просто артисты, которые за свою работу много получают вне театра. Значит, театр должен как-то достойно платить. А сегодня, когда билеты не покупаются, естественно, мы переходим на бюджетные зарплаты. И то даже не полные, потому что так. Ну, ничего там чрезвычайного нет. На это тренируют. Закаляет. Да. Бескорыстие одних и находчивость других гарантирует стабильное положение культурного учреждения. Видите, как бы идеально. В любых условиях. Как бы идеально. Лишь бы не было войны. Кстати, да. Кстати. Совершенно верно. Совершенно верно. А Миша Дриду. И вот это то, что воспринимается сегодня военным положением, нужно прожить, преодолеть. И опыт этот, вот перенести на то, что вы говорите. Лишь бы не было войны. Посмотрите, весь мир занят этой проблемой. Какие сейчас к чёрту границы. Я об этом и говорю. Какие чёрты угрозы. Кто скорее какую кнопку нажмёт и на кого там ракету выпустит. Не до кнопки. Сейчас надо собрать врачей мира и сообразить вакцину. И это будет правильно. Спасибо большое. Спасибо. Иосиф Леонидович. Спасибо. Это он. Коронавирус. Его разглядели в Новосибирске, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии. Для наглядности его изобразили в цвете. Неизвестно, кто именно решил придать ему сходство с солнцем. Но выбор-то прекрасный. Сколько оптимизма излучает это изображение. Оптимизм – это то, что в сочетании с мастерством поддерживает в эти дни деятельность культурных институций. Результаты этой деятельности по итогам прошедшей недели в нашем обзоре. Столичные учреждения культуры, закрытые в связи с карантином, ищут новые формы общения со своими зрителями. Появилась возможность посещать многие музеи онлайн, смотреть онлайн отменённые спектакли, оперы, балеты. И всё это совершенно бесплатно. Третьяковская галерея запустила видеотрансляцию с постоянной экспозицией. Ежедневно в прямом эфире пользователи интернета могут видеть одну из картин из собрания Третьяковки. Вы можете зайти в соцсети или на ютуб-канал Третьяковской галереи и посмотреть, что сейчас происходит в залах. Вчера была картина Иванова и Евгений Хреста народу, сегодня это зал Куинджи. За завтрашний зал можно проголосовать. Музей современного искусства «Гараж» раньше остальных музеев перешёл в режим самоизоляции, открыв специальную онлайн-платформу на своём сайте. Помимо лекций и видеосеминаров запустили текстовый сериал про архив. Это действительно такой новый режим общения для музея, связанный с ответственностью и заботой как по отношению друг к другу в команде, так и естественно по отношению к нашей аудитории. И сейчас, собственно, вся команда музея, все отделы работают над тем, чтобы придумывать новые способы быть ближе, несмотря на нашу такую кажущуюся разъединённость. Столичные театры тоже уходят в интернет-пространство. Они проводят онлайн-трансляции своих спектаклей. Так современник открыл антивирусный онлайн-проект «Доктор Чехов». На страницах театра в социальных сетях и на официальном сайте ежедневно в 7 вечера будут выкладывать новые видео с чтением рассказов Антона Чехова. Антивирусная программа «Доктор Чехов», давайте, давайте писать, давайте рассказы Чехова. И тут же в этот вечер тот же Ветров первым записывает потрясающий рассказ. За ним я записываю, затем ещё начинаем звонить коллегам, записывать. И так мы стартуем с этой идеи. Правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня. И, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. Обратился к своим зрителям и худрук электротеатра Станиславский Борис Юхананов. Дорогие друзья, я сейчас в самоизоляции, как и многие другие мои друзья и вообще люди мира. Но мы не собираемся сдаваться болезням, эпидемии, пандемии. Поэтому с 20-го числа электротеатр решил организовать трансляцию в интернете наших спектаклей. Трансляции будут доступны на сайте афиши, портале «Культура.РФ» и на странице театра во ВКонтакте. В концертных залах столицы тоже наступили дни без зрителей. Средуя новым правилам не собираться больше 50 человек, в московский зал «Зарядье» одним из первых провёл онлайн-трансляцию концерта. Проект «Времена года» Чайковского. Под аккомпанемент Ивана Рудина Дарья Мороз читала отрывки из произведений Пастернака Зощенко-Ахматовой. Где глухо бродит пеги-бось, где быть поэту довелось. Как эксперимент это классно. Больше зрителей могут это посмотреть на самом деле, потому что так посмотрело бы какое-то ограниченное количество зрителей, купивших билеты. А так могут посмотреть любые зрители, даже те, кто далеко от Москвы. Московская филармония также начала серию прямых трансляций своих концертов. Первым в режиме онлайн выступил Денис Мацуев. Этот концерт пианист в шутку назвал противовирусным. Нужно представлять, что тебя слышат огромное количество людей. Это не так легко настроиться, потому что живая энергия заполненного зала, её невозможно заменить. Но тем не менее, я буду представлять, что меня смотрят. Я знаю, что меня уже сейчас все пишут, что мы ждём. Поэтому настроение самое боевое. Портал Культура РФ также предлагает всем пользователям бесплатный доступ к своему онлайн-каталогу. Тематические разделы, кино, музыка, архитектура, лекции объединили более 6 тысяч материалов. Станислав Анисимов, Ирина Розумовская, Лидия Алёшина, Елена Ворошилова. Новости культуры. Всё пройдёт. И нам надо выйти из этой ситуации с честью, с человеческим достоинством. И я буду рад в очень скором времени видеть вас опять в Московском художественном театре на своих спектаклях. Всем здоровья! Один из самых знаменитых театральных режиссёров нашего времени, Теодоро Стерзопулос, поставил в Петербурге, в Александринском театре, пьесу Хайнера Мюллера «Маузер». Он много работает с текстами Мюллера. Он был у него когда-то стажёром. И он делает театр чувственный, как о нём иногда говорят. Теодоро Стерзопулоса «состояние» интересует больше, чем значение. Чувство – больше, чем слова. Хотя, разумеется, и словами, и их значением он не пренебрегает. Они строительный материал. Из них он строит спектакли. Его очередная постройка в Александринке, четвёртая уже, публика в силу известных обстоятельств начала изучать дистанционно. Александринский театр готовится к своей, пожалуй, самой необычной премьере. Режиссёр-постановщик с мировым именем знаменитые актёры и историческая сцена только вот в зале впервые в истории не будет ни одного зрителя. Такое уж время делится режиссёр. Любые планы скорректирует. Нужно определиться, на какие места вместо зрителей поставить камеры. В день премьеры из зала после третьего звонка начнут вести прямую видеотрансляцию спектакля. Так взаимодействовать с публикой знаменитому греческому мастеру, одному из лидеров Европейского театра Теодоросу Турзопулосу, ещё не приходилось. Конечно, ситуация с распространением вируса преподнесла неприятный сюрприз. Театр всегда предполагает присутствие зрителя, обмен энергиями. Но я говорю своим актёрам, хоть будет пустой зал, посылайте энергию далеко, за горизонт. Нашим особым зрителем из зала будет бог театра Дионис. Я убиваю, я убиваю, а что если не винают? Я же третий, кто стоит в подлогу моего революбера, лицом к именалом, не отрасывая так, гражданские роки. На сцене постановка по пьесе немецкого драматурга Хайнера Мюллера «Маузер. Кровавая драма о гражданской войне в России». Написана по мотивам романа Шолохова «Тихий дон». Цикличные реплики героев, антураж спектакля, психологическое нагнетание словно стреляют в заданную режиссёром цель, как тот самый пистолет красных комиссаров, символ непререкаемой власти. «Ты раздавал смерть в городе Витебске, врагам революции по нашему заданию. Теперь ты сам слабое место, выявзимое для продаж». На сцене судебный процесс, обвиняемых пятеро. Они проводили революционные чистки в Витебске, но оказались осуждены той же властью, которой преданно служили. И вот уже они объявлены преступниками. «Я убил за революцию!» «Умри ради неё!» «Наше представление и не совсем пьеса. Это некие такие литературные тексты, написанные ритмически, белым стихом. Там практически, что называется, нет ролей, нет сюжета. Это очень сложное произведение, и очень сложно его было, так сказать, так адаптировать к театру». «Смерть лотово прещено! Гу! Духом огрет не в воде! Царство свободных дорог! Гу! Грудью проложим себе!» «Вот как это сыграть? Как это достучаться до сердец людей? И как передать эту боль, этот страх? И это почти сумасшествие уже». В ролях защитника-убийцы первого обвиняемого корифея Александринского театра Игорь Волков и Николай Мартон. «Маузер — это гражданская война, которая идёт внутри каждого человека. Мы не можем примириться со своим вторым «я». Мы задаём антологический вопрос. Что есть человек? Каким сто лет назад был бы я?» «Пролетай всех стран, соединяйте!» Анна Лавронова, Евгений Раков и Ольга Потапенко. Новости культуры, Петербург. В 1929 году Рене Магрид создал изображение курительной трубки и снабдил его подписью «Это не трубка» и дал этой работе название «Вероломство образов». Московские концептуалисты конца 20 века вероломство презрели. Вещи они часто вообще не изображали. Они их выставляли и называли их своими именами. Одно из наиболее типичных произведений этого ряда появилось в середине 90-х в столичной галерее «Эксель». Автор Андрей Монастырский. Название «Ветка». Она и есть «Ветка». Государственная Третьяковская галерея, уже обладающая внушительной коллекцией отечественного современного искусства, приобрела ветку на средства от эндаумента, то есть не на деньги налогоплательщиков. Чуть позже мы вернёмся к сути и содержанию этого термина. В начале недели состоялась презентация ветки, которая была проведена в историческом здании Третьяковки, в Лаврушинском переулке, в зале художника Александра Иванова, там, где выставлена легендарная картина «Явление Христа народу» и эскизы к ней. Голая, без листвы, сухая ветка, неназванной породой дерева, продета в четыре кольца упаковочной ленты цвета какао. Ленты закреплены на столешнице, столешница на стене. Хранится работа будет, разумеется, в новой Третьяковке, на Крымском валу. А презентовать её решено было именно в историческом зале Иванова. И сказано было, что выбор этот не случайный, ибо ветка Монастырского и ветка кисти Иванова для картины «Явление Христа народу» обнаруживают родство. Признать наличие такой связи мешает текст самого Монастырского, текст, который вставлен в рамочку и является неотъемлемой частью его произведения. Отзвучит он так. «Какой бы отрывок из статьи Штокгаузена о Веберне я бы здесь не использовал, всё равно это была бы, как говорится, не та музыка, не совсем то». Мешает обнаружить связь с ивановскими образами и то, как сам автор описал свою работу. Ну, вот эта работа «Ветка», она чисто концептуальная и сделана на скрещении трёх лучей, трёх видов искусства. Это визуальное, изображение, собственно, сам объект, это текст и это звуковой луч, который состоит из двух измолчания, потому что «Ветка» имплицитно в себе содержит возможность звука. Если её потянуть вниз, то начнётся скрежет вот этих вот разматывающих скотчей. И музыковедческий, как бы, текстовой момент – это вот о Штокгаузене и Антоне Веберне. Андрей Монастырский в 2011 году участвовал в Венецианской биеннале. Созданную там инсталляцию он снабдил надписью, которая содержит такую фразу ещё острее чувствуешь и глубже не понимаешь. Вот. Глубокое непонимание. Это, возможно, то, чем зритель современного произведения может удовлетвориться и даже гордиться. Понимание, возможно, придёт позже, в перспективе. И выбор академического музея, странный с виду, не будет вызывать сомнения. Примерно так же действия академических музеев по закупке объясняет и Михаил Каменский, известный российский искусствовед и арт-менеджер. В избежание предвзятости говорили с ним не на территории Третьяковки, в столичном мультимедиа-арт-музее. Это уже стало поветрием. Эрмитаж покупает современное искусство. Аврору Ансельма Кефера. 64 миллиона, два года назад они купили. Музей изобразительных искусств Пушкинский. Та же Третьяковка делает. Это не вчера начали делать. Будь это бюджетная закупка или тот самый эндаумент. Есть какая-то специфическая черта у этого понятия? Как это делается? Эндаумент – это большая, существенная сумма денежная, которая передается музею, государственному или частному, не для того, чтобы эту сумму тратил музей на свои порой даже и очень важные цели, а для того, чтобы эти деньги, принадлежа музейной институции, передавались опытным управленцам, финансовым менеджерам, управляющей компанией, которые из этих денег извлекают максимальную прибыль. И вся эта максимальная прибыль уже идет на вот эти важные музейные цели. И решения об этих тратах принимаются теми людьми, которым доверено управление. Это, как правило, люди выбираемые или назначаемые. Кем? Все зависит только от тех правил, которые были установлены на берегу. До того, как этот эндаумент пускается в свое, надеюсь, там, долгосрочное музейное плавание. Вот если речь идет о приобретении, расширении фонда... Да, ведь это же делается не запросто. Судя по тому, что вы сказали, приобретение какой-то работы с помощью эндаумента – это не то, чтобы запросто, а это очень тщательный, продуманный выбор должен был бы быть. В эндаументе есть совет, который принимает решения о тратах. Туда входит представитель учредителя, то бишь дарителя, донора, и представители музея. Им могут быть какие-то крупные, уважаемые, авторитетные товарищи со стороны. Это уже, как я говорю, как на берегу договорятся. Кураторы музея, администратор музея, главный директор, генеральный директор, понимающий цели и задачи музея не на сегодняшний день, а на перспективу, иногда может предлагать в качестве программной закупки те произведения искусства, которые не вполне укладываются в представление о том, что хотелось бы видеть зрителю сегодня. То есть не обязательно это должен быть герой суперуспешных выставок, как, например, в Третьяковской галерее. Это не обязательно должен быть и Вазовский, или Поленов, или Серебрякова. Или Энди Уорохол. Может быть, ветка монастырского. Может быть, ветка монастырского. Допустимо, я бы так сказал. Это допустимо, если во главе музея стоят люди с представлениями об искусстве широкими, а не только узконаправленными. Наша классика должна быть в наших музеях, и мы все сделаем, чтобы купить последнего Саврасова на рынке и принести его в музей. Исходят из научной, историко-художественной перспективы, предполагая, что через 20, 50 или 200 лет то, что они покупают сегодня, и то, что не принято, не акцептовано общественным сознанием, станет... Осуждено даже этим сознанием. Может быть, осуждено, и заклемено, и скандализировано. Может быть, через какое-то количество лет это станет частью общепринятого, понятного, востребованного и одобренного общества. Я вспомнил, как Репин, по-моему, в самом начале 20 века сказал о произведениях, брезгливо так сказал о произведениях Пикассо, Матисса и еще кого-то. «Легко и скоро производимый продукт», сказал он. Я был, а не стоит ли нам прислушаться к той истории и признать, что когда не будет ни нас с вами, ни Монастырского с его веткой, к этой ветке будет стоять очередь, там, или к цивучимся милиционерам пресловутым. Почему следует считать, что ветка Монастырского – это вещь музейной ценности? Не следует считать. Следует предполагать, если у вас вызывает эта ветка конкретное сомнение, то довериться и понимать, что компетентные представители музейного сообщества в лице Третьяковской галереи к этой ветке склоняются не просто так. Они выбирают ее из огромного многообразия других произведений современного искусства, исходя из того, что поступления от этого эндаумента не так уж и велики. Значит, они что-то подразумевают. Ведь есть же и другие. Их решение следует считать взвешенным. Если я верно вас понял, да? Обоснованным, взвешенным и заслуживающим доверия хотя бы на перспективу. Спасибо, Михаил. В Лондоне в Национальной галерее открылась и тут же закрылась по известной причине выставка шести шедевров Тициана Вечелью. Собрана воедино серия картин, которые, как утверждают историки искусства, демонстрируют метод, стиль и дух Тициана в концентрированном виде. Это Тициан как таковой, любвеобильный, дотошный в работе, горец, как его называли иногда современники. Он родился в североитальянских Доломитовых Альпах. Закончится пандемия и тысячи счастливчиков ринутся разглядывать то, как Тициан очеловечивал богов. Их лица выражают вполне человеческие эмоции. Удивление, стыд, вину, сожаление, отчаяние. «Любовь, искушение и смерть» — серия картин, которую Тициан создавал по сюжетам метаморфоз поэта Авидия. Художник сам называл эту серию поэзией, так как считал эти картины визуальным её воплощением. Среди полотен и знаменитое похищение Европы. В последний раз эти картины были вместе около 1578 года. Тициан надеялся, что они будут демонстрироваться вместе, но потом они разошлись по миру. И сегодня впервые мы смогли собрать их. Удивительное стечение обстоятельств позволило нам это сделать. Серию картин у Тициана заказывал испанский король Филипп II. Слишком чувственная интерпретация художника мифов о любви могла не понравиться Инквизиции. Но заказ такого высокого лица снимал все вопросы. Сегодня картины принадлежат разным собраниям. Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге, музею Прада в Мадриде и музею Забеллы Стюарт-Гарднер в Бостоне. Две работы, Диана и Актион и Диана и Калисто, были приобретены 10 лет назад в Национальной галерее. Каждая обошлась музею в 50 миллионов фунтов стерлингов. Это был очень приятный процесс собирать Тицианова едина. Несмотря на большие трудности, все собственники картин думали в одном направлении. Итог получился замечательным. Актуальны полотна Тициана и сегодня, несмотря на то, что прошло уже более 400 лет с момента их создания. В мире до сих пор существуют страсть, любовь и смерть, считают первые зрители. Правда, представления об идеальном теле теперь совсем другие. Думаю, это замечательный момент, чтобы увидеть полотна Тициана. Ведь когда мы смотрим на картины в музее, мы видим их вместе, в том числе вместе с другими картинами, которые должны были демонстрироваться отдельно. Выставка Национальной галереи Лондона продлится до 14 июня. Ксения Егорова, Новости культуры. Вадим Репин, музыкант мира, уроженец Новосибирска. Основал и 7 лет руководит Транссибирским арт-фестивалем, который разросся уже до невероятных размеров. Раскинулся далеко за пределы его родного города. В программе всегда масса нового. И всегда на каждом фестивале музыкант ревностно следит за этим. Всегда есть детская программа, новые произведения, камерные концерты, совместные проекты. И всегда Новосибирск – это центральная станция фестиваля. То пронзительно нежный умирающий лебедь, то игривая и озорная. Всего за полтора часа Светлана Захарова успевает сменить несколько образов. Но каждый раз балерина неизменно обменивается взглядом с супругом и главным партнером по сцене – Вадимом Репиным. Наверное, еще никогда скрипичная музыка и классический балет не были так близки. По ДД на пальцах и для пальцев открывает программа фестиваля в Новосибирске. Хочу поблагодарить Транссибирский арт-фестиваль, что все-таки, несмотря ни на что, провели открытие. И было блестящее открытие, очень теплая и горячая публика. Спасибо публике, которая пришла сегодня поддержать нас. По ДД на пальцах и для пальцев проект уникальный. Вадим Репин и Светлана Захарова придумали совместить то, что прежде считали несовместимым. Думали, раз работают в разных жанрах, на одной сцене им не место, но вышло иначе. У нас каждый раз происходит своего рода диалог, как для мужчины, который находится в состоянии влюбленности. И это для меня, наверное, один из самых любимых проектов. Транссибирский арт-фестиваль – это всегда большое событие в культурной жизни страны. В разных городах, на различных площадках каждую весну выступают выдающиеся музыканты. Это концерты, детские и юношеские образовательные программы, спектакли и мировые премьеры. В этом году организаторы вынуждены были перенести часть запланированных выступлений на сентябрь. Ежедневно мы принимаем наше решение с учетом фактического положения дел в Новосибирске, с учетом тех официальных документов и официальных распоряжений, которые имеются. Но так, наверное, не мы одни, а вся страна живет сейчас в таком режиме. Впереди сразу два концерта из цикла «Вадим Репин и друзья». Публика услышит фортепианное трио «Брамса», трио номер 2 Шостаковича. Запланированы выступления квартета имени Бородина и Новосибирского симфонического оркестра. Завершится фестиваль 31 марта концертом для скрипки с оркестром. Планируют играть римского «Корсакова», но не исключают, что программа еще может измениться. Новосибирская филармония на площадках, которые происходят основные события Транссибирского арт-фестиваля, позаботилась о своих слушателях. Это концертный зал «Ламиникация». И здесь, помимо перил и дверных ручек, обработали еще и каждое кресло. Это открытие собрало полные залы, завершилось стоящими овациями. Артистов не отпускали со сцены не меньше 20 минут. Мария Черешнева, Павел Евсеев, Новости культуры, Новосибирск. И в России, и в мире некоторые события в сфере культуры невозможны или бессмысленно было переводить в онлайн-режим. Они оказались в такой ситуации и создатели мюзикла «Дон Жуан», очень известного спектакля, который появился на свет полтора десятка лет назад в Канаде, где его увидело и услышало треть миллиона человек. Потом он переехал во Францию. Ждали премьеру этого мюзикла и в России. И почти дождались. И тут выяснилось, что придется ждать еще почти год. Но артисты уже приехали в Москву. И они решили хоть как-то сгладить потерю, взаимную с российской публикой потерю. Дарья Турусова передает от них привет. Запрет на массовые мероприятия в Москве в связи с пандемией коронавируса настиг трубку мюзикла «Дон Жуан» за день до премьеры в Кремлевском дворце. В планах была неделя ежедневных спектаклей. Свободных мест почти не оставалось. Чтобы подбодрить расстроенных зрителей, артисты записали видеообращение. Здравствуйте, дорогие москвичи. Вас приветствует труппа мюзикла «Дон Жуан». Мы были в полной готовности показать вам наше шоу, но обстоятельства оказались сильнее нас. Спасибо за вашу поддержку. Обещаем, что мы увидимся, когда ситуация в мире нормализуется. Что же предстоит увидеть московской публике? Ведь к сюжету о «Дон Жуане» обращались многие авторы на протяжении нескольких веков. Создавая мюзикл, французский композитор Феликс Грей по-своему интерпретировал историю о знаменитом испанском обольстителе, взяв за основу либретто оперы Моцарта и пьесу «Тирса де Малины». В итоге получилось уже проверенное временем органичное сочетание французского языка и испанских мотивов, под которые зажигательно отбивают ритмы фламенко два десятка танцоров. За постановку взялись мастодонты музыкального театра, режиссер Жиль Майо и продюсер Шарль Талар. С их помощью несколькими годами ранее мир увидел триумф музикла «Нотр-дам де Пари». Внушительным успехом обернулся и «Дон Жуан». Сперва в Канаде в 2004-м, затем на парижской сцене. Для показа в Москве готовили обновленную версию французского спектакля. Полтора года назад началась подготовка. Год назад мы провели кастинг, а последние полгода были заняты репетициями в Париже и Мадриде. В этот раз у нас настоящие испанские танцоры фламенко, профессионалы высочайшего уровня. В команде спектакля занято 60 человек, включая техников, ассистентов, музыкантов и танцоров. Каждый участник мюзикла сменяет по четыре костюма. Вначале в сценах с командором все выходят в военном обмундировании. Оно тяжелое, отделанное кожей и сложной вышивкой. Затем их сменяют легкие и яркие повседневные одежды. Для праздника в Севирье наряды уже более богатые, а на трагический финал черные и красные. Помимо солидного гардероба, зрителям обещают и впечатляющую декорацию, ведь мюзикл предполагает зрелищность. У нас много проекций на задник. Свет очень сложный, но самое главное – это поворотный круг, который позволяет мгновенно сменить декорацию и за считанные секунды переместить героев в новую сцену. Несмотря на отмену спектаклей, организаторы призывают публику не сдавать билеты. Все они будут действительны, когда мюзикл вернется в Москву, а пока объявили предварительные даты – 12 и 18 января 2021 года. Спасибо, до свидания. Дарья Турусова, Новости культуры. Вооружимся терпением. Очень скоро мы скажем друг другу, пора срывать маски и вернемся к нормальной жизни. Увидимся через неделю. Продолжим разговор. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok